Бур-ми-ла Оксана, вы заводчик породы бурма. Бур-ми-ла – это что, логическое продолжение? Наверное, да. Мне казалось, что я никогда не смогу изменить бурманским кошкам, потому что я безумно их люблю. Но потом вот так сложились обстоятельства, что я стала держать их в руках и поняла, что это вторая моя любовь, которую я тоже не могу не любить так же сильно, как бурму. По характеру можно сравнить бурманскую кошку и бурмилу? Это самое главное и самое важное сходство этих двух пород. Это кошки, максимально ориентированные на человека, очень интеллигентные и очень тонко входят в семью и выстраивают семейные отношения в новой семье, и с детьми, и со взрослыми, и с другими животными. И, конечно же, спасибо они должны сказать бурманским кошкам за такой замечательный характер. А что они взяли от персов? Смотрите, вот у вас в позе попугая сейчас сидит лиловая бурманская кошка. Вот именно такая лиловая девочка была прародительницей бурм. И она, как вы видите, имеет короткую шерсть. Персы же имеют длинную шерсть, но бурмилы короткошерстные эту длинную шерсть не унаследовали. Они унаследовали только шиншилловый окрас. Так как прародителем бурмил был именно перс шиншиллового окраса, они взяли от персов только шиншилловый окрас. Шерсть бурмил – это еще один плюс этих кошек. Она очень приятная на ощупь и создает под рукой ощущение шелка. Страной происхождения породы бурмилла является Великобритания. На загривке у этих кошек есть небольшой шерстяной горбик. Вес особи 4-7 килограммов. Как к детям относятся? Великолепно. Вообще бурмилы – кошки очень нежные, контактные, очень равновешенные. И никогда никаких проблем во взаимоотношениях ни со взрослыми, ни с детьми, ни даже с другими животными у них не возникает. Какие вопросы будущим владельцам ваших котят задаете вы, как заводчик? И какие вопросы, как правило, задают вам те люди, которые приезжают за маленьким комочком счастья? Я, как правило, слушаю тех, кто к нам приезжает, потому что для меня очень важно, с чем к нам приехали люди, что является основным мотивом, для чего им нужен котенок. Подождите, а давайте мы поиграем вот в какую-то. Давайте. Вот я вам задаю вопрос, я приехал за котенком, а вы меня оцените. Давайте так, поехали. Попробую. Извините, пожалуйста, вот я здесь прочел в интернете, у вас есть замечательные котята. Так, прекрасно. Если человек прочел в интернете, это не делает его преступником. Ну что, то есть мы берегимся дальше. Нет, подождите, это плохая игра. Почему? Ну ладно, попробуем. Вы знаете, я нашел в интернете, что у вас есть какие-то удивительные котята, очень редкие. Вот хотелось бы себе котеночка. Не покажете? Конечно, покажу. Но мне интересно, что вы прочитали в интернете об этой породе? Что она редкая, что они такие классные, и вот их мало, а я люблю все необычное. Прекрасно. А смотрели ли вы какие-либо питомники, кроме нашего? Нет, вы просто у меня здесь поблизости живете. Вот если человек отвечает мне таким образом, я подумаю, продавать ему котенка или нет. Потому что когда у человека есть стойкое желание приобрести животное, это желание не просто потому, что он утром проснулся и решил котенка завести, а осознанное желание, к которому он готов, серьезное, ответственное желание, то в этой ситуации человек, как правило, не просто изучает интернет, но еще попытается пообщаться с заводчиками, проехаться по питомникам. И если я первая на его пути, значит, он только начал этот путь, и вполне возможно, к нему надо присмотреться и понять, насколько серьезно он хочет приобрести котенка. То есть первый минус такой соискатель уже заработал? Да. Продолжаем разговор. Вы знаете, я слышал, что они не так активно линяют, а мне так не нравится шерсть в доме. Мечта любой хозяйки – иметь животное в доме и не убирать за ним. И хозяина тоже. Но, тем не менее, если человек ставит этот параметр во главу угла, то не задавая, допустим, сначала вопрос о характере, о том, чем эти кошки хороши и отличаются от других пород, а сразу говорят о том, насколько просто и легко ухаживать, то здесь тоже можно подумать. Ладно, хорошо. Возвращаемся к породе. Что скажете по поводу особенностей здоровья, по поводу ветеринарии? Бурмилам повезло, потому что в основе здесь две породы, которые имеют хорошую генетику. Поэтому бурмилы достаточно крепкие и здоровые. Кошки имеют хороший иммунитет и в родах, и в обычной жизни. Они показывают себя с лучшей стороны. Единственный минус, про который написано в интернете – это поликистоз. И вы знаете, когда впервые бурмилы появились в моих руках, я привезла бурмилы из ведущих питомников Европы у заводчиков, которые много лет занимаются этой породой, то я задала вопрос, как у них в питомниках обстоятся дела с этой проблемой. Они развели руками и сказали, что мы не понимаем, почему, на основе чего это заболевание стоит как породное заболевание. Но внимание всё равно на это обратить стоит. Внимание обращать стоит. Знаете на что? Ведь профессиональные питомники всегда сдают гентесты своим животным. И приобретая в питомнике котёнка бурмилы, надо просто задать вопрос, есть ли у родителей данного котёнка заданные анализы на поликистоз почек. Вы знаете, друзья, я всегда категорически против, когда говорят, что эта порода модна, это животное сейчас в тренде. Не понимаю я такого подхода. Но вот честно могу сказать, что бурмилы – стильная штучка.